всем привет дорогие друзья последний матч из всех контрольных матчей игрового дня встречается у нас тут динамо загреб против динамо киева общие параметры на ваших экранах как вы видите и мы начинаем этот матч стадион максимир это столица хорватии загореб приехали на посредний спальни киевская динамо что будет интересного что я думаю что динамо киев решили чуть-чуть поменять обстановку в плане тактики интересный я думаю мощь намечается тем более команды с названием динамо вот киевская динамо будет в белой форме играть загребской синий выходит на поле игроки наконец-то завершится этот уже день уже все команды свои сыграли матчи которые заявлялись стартовый состав динамо загреб и стартовый состав киевского динамо тактика с изменениями как вы видите решил сегодня главный тренер команды являн сергей мирошниченко сделать некоторые коррективы ну например гармош на левом фланге а также каравайтер на правом полузащиты они защиты будет играть динамо скорее всего в контратакующих а вот как три защитника у нас получается будут играть а вот смотрите первая атака поддольский удар уже на первой минуте у нас киевляне уже начали штурм ворот загребского динамо интересненько будет как же я говорил вот этого тактика 3 4 3 посмотрим что с этого выйдет как пройдет этот эксперимент получится ли у киевлян победить в этом матче потому что я думаю это важно для них тем более они уже одну творческую игру проиграли донецкому шахтеру но это так в принципе не сильно страшно было там равная игра была и киевляне даже могли выиграть но чуть-чуть им не повезло повезло более шахтеров который обыграл на олимпийском тем более близится чемпионат и там будет совсем другой настроек в игроков совсем другой настроек у тренеров будет сильная борьба потому что усилились и продолжает усиляться и скорее к концу трансферного а у нас будет совсем другие команды самое главное хочется видеть команды без нарушения у нас уголовая сейчас удар и и похожий мяч вышел за линии поля и не сбойку выносит мяч оршич поздно моро моро на катей оршич киевская динамо первый тур будет играть с харьковским металлистом вот я там в прошлых матчах когда комментировал я перепутал что металлист 1905 будет играть с Зарёй нет металлист проведет первый матч на выезде с киевским динамо на НСК олимпийском а вот Заря будет играть в Полтаве с местной Ворской но дворскую я до сих пор еще не увидел никаких активов от них будут они ради не будут как-то сказал их не главный тренер что будет что команда заявилась все будет но товарищеских матчах я их вообще практически не вижу даже в трансферах не знаю это странно даже Караваев выносит мяч точнее переводит на Гармаша не получается Гармаша пройти дальше и у него отобрали этот мяч ошибся тут защитник Динамо теперь Аут будет подавать точнее уже подали Загребцы Загребцы кстати уже атакуют потихоньку после первого удара подольские как-то Динамо перестало идти вот так ну может как раз вот это где готовится что загоняет Загреб к себе а потом делает контратаку ну видите еще она не получается Гармаш выбрасывает аж на подольский но подольский как-то плохо играет Левакович принял мяч вот ой 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 какая ошибка а нет похоже Левакович снова с мячом вот видите бывают не такие ошибки матча что приводит и к голам и Ошич подавал и он идет говорит что мяч вышел за пределы боли Цыганков капитан команды сегодня кстати даже лидер он и самый популярный человек в Киеве ну точнее в Киеве вот смотрите Лукас Подольский Лукас Подольский мог сам на сам выходить но не удалось Бурда отлично отбирает мяч даже спокойно так но по подобному умудряется его сразу же потерять ну как видите какие-то безобразные бывают такие решения у нас офсайт в Подольске спасся Сыганкова оказался в офсайде но в принципе передача была такая хорошая жалко что не прошла чемпионат уже начнется скоро будет могу сказать что первый матч начнется в пятницу потом два матча будут разыграны в субботу и три матча будут разыграны в воскресенье это это скажем так экспериментальный тур чтобы посмотреть как тренеры будут ставить ставки смогут ли они потому что у каждого есть тоже свое личное время свои дела поэтому мы решили пока не спешить с матчем планируется туры по крайней мере по плану будет идти два раза в неделю то есть первый тур пятница суббота воскресенье второй тур скорее всего будет вторник среда может даже вторник среда не будет видно у нас фол нарушили против Бояльского вот и потом опять же пятница суббота воскресенье но это уже будет видно как буду видеть матчи так же самое время которое всегда надо если надо будем вытягивать плюсы кроме чемпионата также будет планироваться кубок Украины но в этом сезоне он не будет поделён на группы так как в прошлых сезонах команды делились на группы по-моему по-две по-три и разыгрывали и играли двух плей-офф по-моему тогда крайний раз Величовец стал победителем этого турнира полноценным но сегодня это уже команда Мариуполь которая не заявилась на чемпионат что ж у нас первый тайм подошёл к концу счёт 0-0 ну пока команда играет мирно смотрим статистику и быстренько переходим ко второму тайму начинаем второй тайм счёт 0-0 динамо загреб против динамо продолжается никак команды не откроет счёт тяжело динамо что-то играет я вам скажу вроде и пытается что-то создать но очень много ошибок и в атаке так и в защите попов переводит на джузчака сейчас джузчак хотел сыграть вместе с бурдой но не получилось а вот смотрите гармаш ну же гармашу надо подавать подача джузчак бьёт но это слишком лёгкий удар для вратаря за загребом да кубок украина как я говорил это стыковые матчи жеребёвка будет скорее всего где-то в начале чемпионата где-то в таких числах проведет его кто-то из участников скажем так мы будем давать возможность жеребёвке участвовать вот и нас смотрите у нас гол кто это забивает Петкович Бруно Петкович открывает счёт 1-0 1-0 не справилась тут защита как видите опять та же ошибка сподачи ну стандарты на стандартах в основном киевля не пропускают ну как стандарты это сподачи видите оставили одного Петковича и он на себе положил мяч ворота ну а бойко не справился к сожалению я уже говорил что вот будем давать участникам проводить жеребёвка может это будет онлайн может и сами руководцы но будем будет это всё рассматриваться я надеюсь что никто не обидится и будет интересно провести поучаствовать скажем так в этом потому что все хотят быть частью менеджера и не просто так составы выдавать и так дальше и всем хочется как-то быть одним из одним из тех кто находится в линии и будем проявлять кстати есть много планов также хочется инвестиции какие-то найти чтобы победители чемпионата зарабатывали реальные все это будет в планах все это планируется и я надеюсь что это даст позитивный результат если конечно тренера команды будут выполнять свои обязанности перед билой а именно активность подольский проходит по флангу и вот смотрите извините вошел штрафной мог уже даже отдавать паз отдавал но не получилось как-то а мэр годжет пытался пройти вперед но видите не выходит не выходит и уступает они как-то минимально что-то хочется видеть их и в роли победителя потому что все-таки команда все время церанков прорывается в штрафное но не получилось у него отдать паз но сразу заблокировали камеры с передачи на джушчака лояльский подхватил на паз гармошу проходит еще один паз на джушчака подает ну и это гол 1-1 Виктор Цыганков капитан команды забивает гол ну вот наконец-то прорвал Тиевлян слава богу это уже лучше это уже видно что Тиевляне уже что-то играет смотрим еще раз повтор вот паз на гармоша гармош отдал на джушчака и сделал такую хорошенькую подачу и цыганков ворвался из логи просто спокойно положил мяч в сетку ворот 1-1 1-1 1-1 70-ая минута матча у нас может еще динамо и победит в этом матче скажем так выйдут вперед цыганков забирает мяч может дать пас но почему он тянет думал что пройдет что ли иногда спешат игроки и хочется прям накричать на них потому что ну еще одна подача вперед но тут вратарь выходит быстрее Иванкович сразу вброс происходит но затянуто как-то все вот смотрите подольский подольский ну да дай же ж ты пас ну что ж они так нет можно же отдавать пас там открывался как раз гармош по-моему можно было еще уже я не знаю уже там 2 или 3 забивать эти головы вот эти вот мелкие ошибки всегда оказывается потом неудачными ну пытается пытается идти даже загреб как-то распасовывается нет у нас замена в матче вместо мунбанге точнее извините мунбанге вышел на поле мороз поменялся бойко играет на выходе опасненько было еще одна подача и бойко снова первый идет на мяч попадок у вас сразу выносит а вот смотрите еще одна передача на подольске подольске проходит вперед но уже надо забивать здесь подольске и подольске снова прогавил момент как можно так не забивать я не понимаю но уже такие пасы дают подольске просто я не знаю отвратительно как-то играет что надо забивать я не знаю сколько пасов отдали особенно рамирес хорошие пасы дает и все равно не получается хоть скорость у него вроде есть куда он так спешит когда можно еще заранее забивать мешкаться а то он бежит вроде бежит что-то пытается что-то собирается делать но все равно теряет мяч как в этом моменте 90 минуты уже матча приближается одну минуту добавлю судья но это наверное уже загреба и что же еще одна замена Хайрович меняет подача но это все я думаю что же 1-1 на этот раз являние не побеждает в этом матче обидно конечно смотрим статистику 4-2 лучше игрок матча Никита Бурдала признал признали все-таки этого игратишку и что ж Бруно Петкович 53 минуты Виктор Цыганков 69 спас спас Балаш от замены в матче были только Динамо Загреба поэтому я не думаю что кому-то неинтересно и на этом все будем прощаться ждем уже в первом туре вот наконец-то уже начинается сезон так что до новых встреч ребята и смотрите футбол до свидания